Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Людмила. Сегодня мы с вами будем регистрироваться вместе в проект paidverts.com. Этот проект я нашла на одном зарубежном сайте, потому что я продаю инфотовары в интернете и постоянно нахожусь в поиске новых рекламных площадок. Проект мне понравился тем, что здесь не только можно давать рекламу, но также можно и зарабатывать. И когда я впервые зашла на главную страницу сайта проекта, я сразу же увидела российский флаг, что меня, собственно, и интересовало. Я увидела, что здесь присутствуют пользователи из России, а также Америка, Польша, Испания, Италия, Люксембург. И поэтому, для того, чтобы убедиться, насколько этот проект популярен в России, я перешла на сервис Alexa, набрала название сайта и посмотрела. Насколько популярен этот проект у российских пользователей. Ну, достаточно популярный, пользователей должно быть достаточно, поэтому я решила здесь зарегистрироваться и попробовать давать свою рекламу. Я думаю, что многие из вас нашли этот проект по рекламе с моего одностраничного сайта, поэтому мы сейчас нажмем кнопочку регистрации, ссылки для регистрации, перейдем на сайт и будем регистрироваться. Сразу хочу сказать, нигде на сайте я не нашла упоминания о том, можно ли производить две регистрации с одного компьютера. Я зарегистрировалась 25 мая, поэтому сегодня я буду регистрировать супруга, чтобы не получилось накладочки и показать вам все в подробностях. И IP-адрес компьютера я перед этим сменила. Как обычно, перед регистрацией я делаю заготовку из имейла, логина, пароля. Это те три пункта, которые требуются в любом проекте. Еще регистрацию обязательно производите в браузере, в котором есть автопереводчик. Google Chrome, Яндекс.Браузер, многие умеют устанавливать автопереводчик в Mozilla, то есть вам обязательно понадобится автопереводчик, иначе вы мало что здесь поймете. Итак, процедура регистрации. Переходим по ссылке вашего спонсора, нажимаем Create Account, это значит открыть аккаунт, и видим, что нам потребуется для регистрации. Так, как видите, форма небольшая. Я уже регистрировалась, у меня браузер запомнил. Форма небольшая, вам потребуется придумать логин, имейл, пароль и указать свою дату рождения. Сразу хочу предупредить новичков. Обязательно используйте для регистрации на зарубежных сайтов почтовые ящики Gmail.com, Яндекс.Ру или Яаха. Если вы будете регистрироваться с ящика Майл.Ру, у вас могут возникнуть проблемы для получения писем от компании. Майл.Ру, Лист.Ру, Инбокс.Ру, все эти ящики не подходят для регистрации на зарубежных сайтах. Зарубите себе на носу раз и навсегда. Еще многие новички, так как мало понимают, особенно те, кто не знает английский язык, а я знаю, что его знают немногие, любят делать так. Перевели страницу сайта, прочитали все на русском языке и начали процедуру регистрации. Товарищи, пожалуйста, я вас очень прошу, перевели, прочитали, верните обратно язык и только потом начинайте процедуру регистрации. У вас могут возникнуть такие проблемы, в которых потом винить вам придется только себя. Итак, мы начинаем. Юзернейм. Это логин в проекте. Пожалуйста, юзернейм обязательно придумывайте себе на латинице. Ни в коем случае не нужно использовать русские буквы. Это тоже будет проблема ваша потом. Так, вводим логин. Затем вводим имейл. Программа чуть-чуть тормозит. Придуманный вами пароль. Предварительно вы все это тоже можете записать на листочке блокнота на компьютере, чтобы только копировать нужные вам окошечки. Пароль нужно повторить дважды и выбрать свою дату рождения. Обязательно не бойтесь выбрать именно свою дату рождения. Дело в том, что это очень важный момент в регистрации, и вам потом будет, если вы не записали, тем более не вспомнить и не подтвердить, что это действительно вы. На этой странице мы его повторяем. Первое августа. Здесь написано, что моим спонсором является Полиника. Полиника – это я. У своего мужа я буду спонсором. И нажимаем «Открыть аккаунт». Все. Мы попадаем в свой личный кабинет. Теперь. Нам на почту потом придет письмо, но письмо о регистрации здесь не приходит. Самое первое, что вы должны сделать, попав в свой личный аккаунт, не бросаться смотреть вкладочки, нажимать на различные баннеры, а обратить внимание вот на эту центральную надпись. Активируйте ваш аккаунт. Нажмите «Активационное объявление», каждое из которых принесет вам 50 бонусов в виде поинтов. То есть мы сразу же, первое, что делаем, это нажимаем вот на эту клавишу. И вот мы попали на страницу с первым объявлением. В этом проекте, прежде чем посмотреть любое из объявлений, неважно по зарабатыванию бонусов или платное объявление, вам обязательно нужно будет сделать подтверждение в трех строках. Как это делается? Вы копируете содержание, тот текст, который находится выше, копируете и вставляете его в строчку под этим текстом. Здесь эти строчки одинаковые, значит, здесь я вставляю то же самое. Дальше. Бывает, что в третьей строчке тоже нужно сделать копирование и внести это в третью строку. Обычно это бывает в платных объявлениях. Но здесь нам попалось объявление с копчой. Это набирается, видите, заштрихованное поле, а это написанное копча. Это набирается вручную на клавиатуре. Мы набираем «Free», «Пробел», «Be», «Пробел», «Tcoin», «Tcoins». И затем нажимаем вот на эту клавишу «Проверить копчу». Как видите, здесь появилась зеленая галочка, как и в двух предыдущих полях. Значит, копчу мы набрали правильно. И только теперь мы с вами переходим к просмотру веб-сайта. Что будет дальше? Перед вами появится сайт, который вам нужно будет посмотреть 30 секунд. Счетчик находится в правом верхнем углу. Счетчик отсчета. Когда пройдут 30 секунд, на этом месте появится надпись «Confirm». Вы на нее нажимаете, и появляется надпись «Complete» с восклицательным знаком. Все. Страницу можно закрыть. Вам просмотр засчитан. Мы возвращаемся на нашу страницу, на которой мы заполняли поля, и видим внизу под зеленой галочкой, которая означает, что предыдущий сайт просмотрен, «Enterview another ads». Просмотреть следующие объявления. Другие объявления. Мы на нее нажимаем и попадаем на страницу. Проблемный у меня сегодня интернет. Попадаем на страницу, на которой мы видим вот такие квадратики, на которых жирным-жирным написано «50 БАП». Ну или по-русски «ВАП». «ВАР». Вы должны помнить, что каждое утро после ночного обновления сайта у вас будут появляться вот такие квадратики, которые ведут к вас просмотру восьми объявлений, за каждое из которых вам будет начислено 50 поинтов. Для чего нужны эти самые поинты? Во-первых, вы, просматривая эти объявления, подтверждаете сайту свою активность. Это говорит о том, что вам можно сбрасывать в ваш аккаунт платные объявления, которые вы будете просматривать и уже зарабатывать деньги. Если вы не будете смотреть эти объявления, вы не активируете. «Вот сейчас я должна просмотреть все восемь, и только тогда у меня будет зафиксирована активность моего аккаунта». И мне начнут в течение суток скидывать платные объявления в аккаунт. Если вы ежедневно не будете накапливать эти поинты, у вас наступит постепенно какой момент? При просмотре платных объявлений поинты начинают списываться. Причем, чем дороже объявления, тем больше у вас спишут поинтов. Это я вам покажу в следующем видео на примере своего кабинета. Поэтому вы заинтересованы в том, чтобы накопить как можно больше поинтов. На что это влияет еще? Чем больше у вас будет поинтов, тем дороже вам будут давать объявления, потому что тем выше у вас будет рейтинг в проекте. запомните, поинты – это ваше лицо в проекте. Сколько у вас поинтов, так о вас и будет судить администрация проекта. Каким образом можно заработать поинты? Один из способов уже вы видели. Это просматривать ежедневно. Вот такие объявления ежедневно. За каждое из них вам дается 50 поинтов, 8 объявлений, 400 поинтов ляжут к вам на счетчик поинтов. Еще, подавая платные объявления, вы платные объявления, это мы уже рассмотрим дальше в следующих видео, подавая платные объявления, то есть рекламируя какой-то свой проект, какой-то свой бизнес, возможно, инфотовар, как и я, вы будете зарабатывать за каждое объявление стоимости в 1 доллар, вот видите, здесь написано, 3100 бонусов, бонусных объявлений поинтов. То есть вам сразу же на баланс при подаче объявления ляжет 300 поинтов. Если вы подадите объявление на 2 доллара, на 3 доллара, на 4, соответственно, в настолько раз и увеличивается эта сумма. Каждый 1 доллар увеличивает количество ваших поинтов. Это второй способ нарастить поинты в своем кабинете. Есть еще третий способ. Это сыграть в игры. Но это палка о двух концах. Здесь вы можете либо нарастить свое количество поинтов, либо проиграть имеющиеся. Поэтому этот способ я не очень советовала бы для тех, кто азартный человек и может проиграться в пух и прах. Вот, например, если мы нажмем сюда, в Pay, то мы покажем Коинфлип игра. Здесь есть окошечко, в которое вы вписываете, вы заработаете, просмотрели 8 объявлений, заработали 400 поинтов, можете сыграть. 100 поинтов у нас нет. А с 10 поинтов, которые у нас уже есть, у нас есть 50, мы просмотрели одно объявление, мы можем сыграть. Играется просто. Орел или Решка. Нажимайте на любую из монеток, и дальше вам пойдет надпись, выиграны или нет. Вот здесь последние 10 игроков, кто сыграл в эту игру. Кто-то выиграл, кто-то проиграл. Я думаю, проигравших достаточно. Но вот это тоже один из способов нарастить ваше количество поинтов. Процедуру регистрации вы поняли. То, что нужно просмотреть 8 объявлений, вы поняли. Теперь вам домашние задания до следующего видео. Здесь наверху, в правом верхнем углу, есть две вкладки, как это работает, и вопросы, и ответы. Не трогайте ничего в кабинете до следующего видео. Но обязательно посмотрите, переведите и почитайте информацию на этих двух страницах. Это ваше домашнее задание. С вами была Людмила. Всего вам доброго. До следующих встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok